Ну, сегодня совсем другая песня. Сегодня Кубок России, и тот же коллега может у нас побороться за победу, а конкуренты с этим не согласны. Итак, юноши замерли на линии старта. Табличку они видят. 15 секунд до старта, 5 секунд до старта. И вот так кто-то пополз у нас. 23 номер. Старт! Неплохо сунулся 151-й, но, похоже, его опередили. Итак, Бабак. Бабак. 26 номер. Холл-шот в исполнении этого гонщика спортивного клуба «Факел». Те, кто смотрел вчерашний заезд молодежного первенства России, видели, что, собственно говоря, Бабак у нас отличается от медной стартовой реакции. А наоборот, коллега вчера повеселил народ, стартуя со второго ряда с поднятой рукой и заглушенным двигателем. Ну, просто у него была немножко другая форма сверху, такая зеленоватая у него была джерси. Поэтому вот сейчас он в несколько другом виде предстал. Итак, Дмитрий Бабак. 26-й стартовый номер. Захаров второй, коллега в третий. Такая в санне движения группы. Итак, захватил лидерство перворазрядник Дмитрий Бабак. «Факел» в новую рингой. 16 лет этому парню выиграл кубок имени Ушакова в новом уренгое в декабре месяце. В прошлом году на молодежном первенстве России Дима был шестым. В этом году лидер, правда, с минимальным отрывом. Тренирует его Захаров. Павел тоже двукратный чемпион страны по кроссу на снегоходах. Он гонялся, кстати, вместе с Максимом Шевченко. На втором месте Захаров. Захаров вчера тоже очень здорово у нас мчался. Всход у него был на этапе в Откинске. Ну вот, вчера он провел у нас великолепно этап в Великом Устюге. И застолбил серебряную ступеньку подиума, выиграв один из заездов. Третий заключительный заезд. Итак, камера HD Extreme.ru ведет лидера. 26-й стартовый номер Дмитрий Бабак. Пока он безошибочно проходит повороты с упором на высокой скорости. 12 минут заезд, полторы минуты прошло всего заезда. Плюс еще два круга лидера. Ну, в итоге примерно минут 15 будет продолжаться заезд. Отрыв около секунды. Может быть, чуть больше. Сейчас нам электроника подскажет. Полторы, полторы секунды до Захарова. Лучший круг гонки у нас у Захарова. Кстати, Такаев прошел Коллегов. Коллегов что-то дела сегодня идут не лучшим образом. Он откатился на четвертое место. Итак, 26-й номер Бабак. 21-й Захаров, 23-й Такаев и 17-й Коллегов Михаил. Поветер вчерашнего этапа. Ну, есть еще время побороться. У нас мы видели, что, собственно, 17-й номер выбирался не из таких еще вещей. И так вот камера показывает как раз Захарова. Иван Захаров в какой-то мере у нас, ну, не открытие, конечно, сезона. Он в топ-10 входил и в прошлом году. Девятым был, восьмым на Кубке. Но, тем не менее, это личник, не в команде. Третий спортивный разряд. Тоже, собственно говоря, парню 16. Даже 15. 16-м и 20-го марта стукнет. Совсем скоро 12 минут осталось заезда. И Рустам Такаев. Вчера, в общем, фактически проваливший заезды молодежки. Сейчас идет на третьем месте. Отстает на 3 секунды от лидера. Приличный круг. 57-356 у него был. Кстати, Бабак 58. Лидер идет чуть медленнее, подпуская конкурента. И сейчас нас ждет борьба за первое место. Захаров сократил разрыв до секунды. Олегов показал быстрый круг, но вот на предыдущем отставании. Итак, тройка. Жесткое приземление, кстати говоря. У нас было у Такаева, я так понимаю, Рустама Такаева сейчас. Но он уцелел. Итак, на линии финиша было две десятки. Сейчас уже пытался. Итак, смена лидера. Поворот левый. Да, смена лидера. Вперед выходит Иван Захаров-Киров. Вяцкий парень Иван Захаров прошел Дмитрия Бабака по ходу первого заезда Кубка России 2015. Так, 21-й номер Захаров, 26-й Бабак, 23-й Такаев. Два факела сейчас второе и третье место занимают. И представитель Ямбурга Михаил Коллегов на четвертом. Для телезрителей повтор вот этого обгона. Красивый обгон. В принципе, сопротивлялся лидер, но ничего поделать не смог. Захаров очень быстро. Коллегов догоняет сейчас факеловцев, но медленно. А его отставание 4,3 десятых. Итак, ну что. Захаров Кировский гонщик, 21-й номер 2. Представителя факела, 26-й Бабак, 23-й Такаев. И Ямбургский гонщик Михаил Коллегов на четвертом месте, 17-й номер. Дальше Санин Вершегрук. Санин у нас Ямбург и Вершегрук факел. Юноши так 50-50 примерно по... Итак, что у нас? Факеловцы затеяли борьбу друг с другом. Сейчас Такаев догоняет Бабака. Ну и в принципе подтянулся к ним. Михаил Коллегов подтянулся. Он показал лучший для себя круг. И собственно отставание 3,9 практически уже меньше секунды. Итак, нас ждет борьба за подиум. За подиум. Потому что лидер отъезжает. Лидер уже 2,7. Переди почти 3 секунды. Если Закаров сам не наошибается, то в принципе догнать его будет очень тяжело в этом заезде. Потому что уже вторая половина пошла. Седьмая минута. Ну, с помощью ратрака у нас равнялась трасса. Но мы видим, не везде удалось это сделать окончательно. И вот сейчас гусеница лидера попадает в такие колеи своеобразные. И вот его несколько раз перекрестило. Но он справляется там рулем выравнивать снегоход. Напомню, что юношеский класс до 18 лет в принципе. Итак, Бабак у нас потерял позиции. Сейчас, кстати говоря, будем посмотреть, что там произошло. Ох ты! Вот это вылет имел место быть у нас с трассы. И так, 21-й Захаров лидер. И сейчас мы посмотрим, кто у нас второй. На предыдущем круге Захаров выигрывал 3 секунды. Да, 17-й номер коллегов самоустранились у нас в борьбе и Такаев с Бабаком. Во всяком случае, они сейчас... Такаев только на третьем месте, а Дмитрий Бабак после вылета с трассы над четвертым и очень далеко. Дмитрий сейчас проигрывает 18 с половиной секунд. И так, только что было подавляющее преимущество Факела в команды борьбе, как оно поменялось на противоположное. Михаил Коллегов, 17-й стартовый номер, вышел на второе место. Это сейчас лучший для себя круг 56-316. И это, кстати, лучший круг гонки у него. Лучший круг гонки. Михаил Коллегов не отличается хорошим стартом. Вчера фальстарт совершил, был наказан судьями за это дело. Но, тем не менее, опытный гонщик в этом составе. Шестое место у него было в прошлом году. В молодежном первенстве России, девятое на трофее России, на кроссе он участник командного кубка в топ-10, входил в 2013. Ну, как бы, мотокросс использовал для подготовки к снегоходным соревнованиям. И так, Михаил Коллегов вышел на второе место. Постепенно догоняет, кстати говоря, у нас Захарова 2,2 уже на этом круге отставания. Накавец с Бабаком 11-21 проигрывает. 10 секунд друг от друга идут. Итак, борьба у нас имеет место быть. На круг прошел Захаров. Кого-то не успел я номер здесь разглядеть. Ну, наверное, вершик рука, да, потому что больше некого. Итак, 21-й номер Захаров, 17-й Коллегов, 23-й Такаев. Итак, что у нас? Нет. На этом круге Коллегов довольно медленно прошел его и в итоге подотстал. 3,9. Почти 4 секунды отставания. Такаев в том же темпе 13. Итак, 21-й номер Захаров, 17-й Коллегов и 23-й. Рустам Такаев, претенденты на подиум. Экс-лидер Бабак на четвертом месте без особых шансов на улучшение. 22 секунды Гандикап. Две минуты осталось контрольного времени заезда. Плюс еще два круга. То есть всего около пяти. Лучший кругом у Коллегова 56, 316. Восьмой, сейчас десятый круг заходится у спортсмена. На одиннадцатом находится. Так Захаров, быстрый круг 57, 0, 53. Усталость не чувствуется. Коллегов 59. Да, отстает 6, 3. Я думаю, что у него просто, у Михаила, конечно, уже и усталость стала накапливаться. То есть он вот в этой борьбе, в борьбе с факеловцами, слишком много сил отдал. Сейчас он самый медленный из этой компании, 59, 4. Но я сомневаюсь, что факеловцы его догонят все равно. Может быть, какие-то технические проблемы, невидимые глазу. Но так чисто визуально. Вот сейчас телевизионная картинка приближает у нас Михаила 17 номера. Вроде бы как все нормально работает. Я уже говорил, что у юношей для того, чтобы они слишком сильно не газовали, вот сам газ под правой рукой, курок, не позволяет полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора. На стихоходах традиционные карбюраторы системы впрыска используются крайне редко. На спортивных никогда. Двухцилиндровые моторы. В принципе, мощность двигателя серийного достигает типа 130 лошадиных сил. В общем-то, до 150 разные фирмы заявляют. Ну, в исполнении просто порт 8. Ну, и юношей, соответственно, поменьше. Итак, сейчас все прошли примерно в одном темпе. Вот сейчас закончилось контрольное время заезда. И гонщику-лидеру осталось примерно 2,5 круга. Ждем на линии финиша лидера. Лидером был 21-й стартовый номер. Спортсмен наш третьего спортивного разряда Иван Захаров. Ну, с разрядами юношей тяжеловато, потому что у них достаточно низкий коэффициент. Вот, пролетает линию финиша. Хороший круг 58-6. Кстати, опять активизировался Коллегов. Коллегов на этом круге 2,5 секунды отыграл. Осталось 3,7. Вот это да. За оставшиеся два круга нас ждет борьба за лидерство. Только что мы сказали, что уже ее не будет. Но она опять назревает. Если сейчас Иван у нас не активизируется, то Михаил вполне может его догнать. Но там еще, конечно, обогнать надо. Обогнать надо. Пока что мы видим, что Захаров кругового догоняет. Итак, лидер 21-й номер Иван Захаров. Пиров. Вятские поляны. 1,9 на последнем круге. Меньше двух секунд разрыв. Теперь уже явно видно, что у Захарова темп падает. 59 к руку. Коллегов 57-28. Так борьба за первое место имеет место быть. Оба нагоняют кругового, который тоже может под раздачу попасть, помешаться им. Круговым будет Санин, я так понимаю, сейчас. Да, 80-й номер. Но все-таки, я думаю, что не успеет. Не успеет. Сейчас Михаил догнать лидера. Да, да, не успел. Итак, первым финиширует 21-й номер Иван Захаров-Киров. Вторым 17-й номер Михаил Коллегов-Ямбург. Но он минимизировал свои потери, потому что, мы видели, в начале заезда все было не так. Итак, бронзовый призер заезда. 23-й номер. Вот там такая факел. Четвертое место, 26-й номер, товарищ по команде Дмитрий Бабак. И пятое место, номер 80, Константин Санин-Ямбург. Дмитрий Бабак. Итак, я немножко рано, собственно говоря, за круг до финиша озвучил этот процесс. И у нас некие изменения, в общем-то. У нас 21-й номер Захаров победил таки. У нас Коллегов финишировал 4 десяток секунды от него. И Бабак, Дмитрий Бабак, 26-й номер, отвоевал таки на последнем круге, который я не учел. Отвоевал таки бронзовую позицию. Обогнав товарища по команде Рустама Такаева. Вот такая его проблема продолжается со вчерашнего дня. Все-таки скорости у него особой такой глобальной нет. Но то, что было вчера, важно просто по скоростным каким-то делам. Но получается, как бы сегодня все вновь. Кубок России одноэтапный. И вот пока что претенденты на него. 21-й номер Захаров, 17-й коллегов, 26-й Дмитрий Бабак. Финиширует вершигровка. Так закончился у нас заезд. Первый заезд класса юношей. Ждем заезд класса взрослых. Спасибо. 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 Спасибо.